итак добрый день дорогие друзья на связи телекантонов сегодня мы продолжим разговор о нашей книге декоративной поверхности Кэрри и Шкиннер и поговорим об основных техниках подготовки поверхности и здесь мы читаем следующие видео 26 до 27 странички напомню что в прошлый раз мы говорили о инструментах которые нам понадобятся для декоративной отделки пожалуйста вас не пугало вам сразу не понадобится такое множество инструментов по мере поступления буду посвящать в таинство тоже мы говорили о кисточках тоже мне нужно будет такое разнообразие достаточно будет двух основных и губки мы говорили о связующих мы говорили о растворителях мы говорили о красках в азурях сегодня мы вернёмся к разговору о подготовке и что здесь нам советует автор многие декоративные покраски которые будут описаны в этой книжке с 40 по 251 страничку тут более 100 фактур и техник поэтому вот о чем покорить но перед началом работы следует освоить ряд общих приемов а именно они включают различные способы подготовки поверхности нанесение краски заключенных заключительных покрытий а также советы как сохранить в рабочем стоянии инструменты кисти и так что за нас могут заинтересовать то есть опять таки вы можете сами познакомиться с содержанием этой книги а я буду так сказать ключевые то что касается нашей декоративной отделки потому что с деревом я не работаю я здесь больше по так сказать как я говорил один декоратор монументальная живопись да художественная роспись стен это мы поговорим о то что касается стен и так здесь говорится что необходимо хорошая подготовка поверхности поскольку ее качество повлияет на внешний вид росписи никто не будет с этим спорить разная поверхность требует различной предварительной подготовки и говорится вот подготовка о штукатуре на поверхности вот это нас заинтересует что здесь говорится читаем зашпаклюйте все трещинки и выемки интерьерной шпаклевкой а когда она высадит зашкурьте на большие трещины носите шпаклевку мастерком маленькие трещинки выбоины до шпателя мастерком это говорится о соколе на швейцарском маленький шпатре ласточка и так после зашкуривания смотрите поверхность чистой влажной ткани можно акриловой грунтовкой разведем с водичкой 1 4 1 3 он служит нам хорошей помощи и также можем водо-массионную краску да то разведем из воды загрунтовая поверхность далее то говорится грунтовка штукатурки что здесь читаем свежую или предварительно необработанную штукатурку или очень пористая поверхность перед нанесением краски следует покрыть слоем ну не только краски да модельник декоративных шпаклевок декораторских да штукатурок покрываем слоем да лантовочные слои так или белый эмульсионная краска разбавленная вода таким понятно ну и опять таки клей ПВ мы тоже разбавляем водой мы шагаем трем то есть три части воды и одна часть клей ПВ так это делать для того чтобы краска положена поверхность быстро не сохнет чтобы не было впитаемости до поверхности у нас было достаточно времени для работы на поверхности чтобы у нас стена не забирала краски, влагу и шпаклевки или декораторских шпаклевок поэтому мы наносим грунтовочный да такой водный барьер создает на поверхности так так наносим да грунтовку или рыбарную краску кистью равномерным слоем ну не оставляем высохнуть но это можем делать и валик так что здесь еще ну здесь говорится о подковке покраски здесь показано что как пользоваться скотчем да что сети выключатель примыкания мы можем тоже пользоваться да аккуратно и плотно оклейте все арматуру светильники приборы выключают электронные розетки и придут со скотчем малярным так разместите все краски и инструменты которые вам понадобятся в центре комнаты и старайтесь пока вы работаете содержать их чистыми и окладными это нужно здесь понятно далее смешивание красок тоже очень важный вопрос всегда смешивайте краски и глазури в специально приготовленной емкости подготавливайте краски больше чем вам нужно так как сложно дважды получить смесь одинаковые консистенции цвета используйте разные цветовые сочетания на куски чистого картона здесь говорится что мы такие экспозиторчики небольшие испытательные такие картон это может быть чистый картон да и посмотрите на него в разных частях комнаты тоже очень рада как они в затемненных участках как они на солнышке и еще один момент и в разное время суток во многих вариантах освещения тоже немаловажный деталь чтобы отстрелить по возможности как они смотрятся в разное время суток и в разных вариантах освещения так использование кисти я думаю это нужно упустить очень нервного края при покраске но скотч, малярный скотч используйтесь и будет вам счастье так сухая кисть я думаю упустим торцевание волочение тоже можем упустить так а вот смягчение по работе с валиком можно вот не упускаете на возможность использовать валик так ну и тут как им правильно пользоваться это вы тоже можете посчитать самостоятельно дальше уход за кистями тоже думаю это освоите использование губки размывка торцевание но об этом можем поговорить в следующий раз так что не скучайте ребята не переключайтесь оставайтесь с нами далее будем с вами был Иль Кантонов пока